20 часов московская 16 вот и вот на этих просторах живут наши судоводы отчаянные такие отчаянные просто удивительно ну вот если бы не мешали бы вот тогда вы уже почти все трудности были бы позади посмотрите помните сколько я вам показал в разные годы вот такие вот вещи вот сходят чуть ли не через асфальт мне вот эта фотография друзья показала символической потому что неуемная сила и ведь это же надо вот такую семечку загнать на глубину 5 6 7 8 а в одной публикации я читал 10 сантиметров что уже точно сгнила потому что в таком виде и убить почти невозможно вот поэтому я использую эту фотографию как символ пример пробивания новых знаний через асфальт а почему сейчас поймете насколько это все важно вот это вот мой брат юрий владимир железов вот знаете сейчас очень трудное время для садоводства потому что нас мало а их много их знаете насколько больше с тех пор как появилась вот эти бесконечные блоги которые хотят заработать деньги за счет так называемых лайков и прочей херни вот они хоть раз я вам говорил ставьте лайки вспомните так вот они усилили вот эту армию невежественную которая уходит корнями технологии в 19 18 век в южный тысячекратно все на простых технологиях заодно спортивных хотели заработать а нас пока и денис вот один из них вы знаете что однозначно будет друзья сейчас я вам пролистну вот он сергей вот он юрий железов так видите да вот он это снова он потом с персиком вот первая персика вот уже не первый урожай абрикосов вот еще потом задам уходить и задать вопросы я в любом месте остановлю и покажу персик персик хасанский 18 год из косточки вы представляете из косточки на третий год а вы думаете он будет дикий а девчата из тимире я от вас не отстану если бы кто-то из вас как-то бы даже не извинился бы а нашел бы такие слова человеческие и все было бы нормально а теперь я из-за вас вынужден выставлять вы же хвастаетесь образованием я выставляю вас ну как быть людьми некомпетентными а значит и тот кто вас создал вас создала академия теме вот что страшно вот на третий год вы думаете он дикий будет сегодня какое когда он был сделан в этом году пару дней назад наверно сегодня 14 июня а дикаря расчет помните как вы приговорили эти самые сеянцы вот теперь так смотрите однажды случится следующее когда-то появятся люди которые на этом будут зарабатывать но уже не отрицая все это и не уча убивать деревья а наоборот и появится новая книга помните мы прошлый раз проходили так называемую эту историю сибирского садоводства будет еще одна книга и она будет продолжением там мы начинали вспомните с никифорово бедро это самое в общем память на фамилия у меня плохая вот и и вся масса вот вся масса переселенцев все это внесут свой клад да вот теперь появится книга и там не только обо мне будет наверно будет и о моем брате почему вы знаете он как пример борьбы с неверующим где он мой брат вот он вот ему 70 лет тоже исполнилось как ему поздравить семидесятилетия вместо этого дико не приездить чуть не сказал злоба я почему это важно нам и почему он с этого начал посмотрите здесь существует еще одно явление всеми не поздно сколько существует каналов столько там существует командиром лидеров которые создают погоду и если командир сказал что существует 9 видов веток которые надо уничтожить а я смотрю на дерево подхожу специально своими 5-10 лет меток сотни а их половина надо уничтожить это просто я еще подумал огромный гигантский труд с одного дерева срезать половину веток они попадают под приговор где-то подпадают и ста тридцать где-то 50 где-то 80 я вам показывал где все ветки растут так поминайте раз я вам показывал когда все ветки растут так два причем и то и то справедливо что я должны расти и на них сумасшедшие и вертикальные а на них все равно на веточках уже проходили проходили а откуда у них это злоба они потому что не ведут что творят и вот когда появился мой брат это юрий владимирович вот он не выдержало сердце у него всего 6 лет старше видите всего 6 лет старше у него вы скажу пожалуйста лишь колечить и девушку все колечить деревьев он был понятно обруган он был оскорблен а через нём попал и мне вот брату жалуетесь а я-то тяжелая кавалерия артиллерия понимаете это когда там пехота пехота и вы где-то там сержанты вдруг генерал появляется генерал от любителей наука нет для науки я этот и при этом а вы хотя бы сержант и вот там будет как раз описано вот эти истории на этих примерах его сейчас к этому подойдем то есть даже мой брат человек заступившийся не за меня вот а за деревья он тоже попадет вот и что он тоже попадет наверняка его фотография будет в этом новом учебнике с учебники будут это место не жалко электронные там будет 10-20 это только начало сколько ему было 64-65 когда он взял у меня мои кости посадил я ему звонил сегодня у вас где-то там поблизости абрикосы растут нет вообще нету вот смотрите дальше итак темирязевка это учеба сейчас поймите но я должен сказать что вы участвуете не только здесь участвуете во многих-многих страницах бесконечных контакте в одноклассниках черти где и везде там свои маленькие генералы а точнее наполётчики и вот когда этот наполётчик говорит это надо отрезать 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 вот почву перекопать а когда это дерево заболеет прыскать 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 вот вмешаться в это нельзя это их знаете что это их а потом то ниже то заметили купи то купи то купи то купи то купи то купи то 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 я когда показывал вам не все показал 10 20 наименований вместо того чтобы поставить дерево покоя извечить 10 20 наименований на него это потратить вспоминайте и вот а вот эти а эти дамы они тоже жаль и но все равно вы знаете их фамилию без меня они же не прячут фамилии вот я уже сказал не буду их трясти сами вы знаете дело в чем самое главное что они смотрите когда он это самое позвал меня на помощь брат они тут же испугались и сказали смотрите это их текст третий раз говорю создавайте тему и вам выскажут участников рожь свое мнение чужую тему засорять некрасиво то есть поняли они учат по-своему ухаживают за деревьями я считаю это смертельные приемы а заступиться за них мы не имеем права вот получился монополизм и главное что стоит только вякнуть домой же это самое кандидаты поняли ладно сейчас вы поймете куда можно ли куда нельзя смотрите вот это письмо а у меня бог помогает знаете как это учеба вот еще один кто нас всех стал как вы все правильно написали я в том году болел и не смогла в саду убрать совершенно ничего совсем выгонами квартиру убирали генеральную уборку делали каторжный труд а сейчас умножьте на 50 вот сколько вам придется работать саду по выдуманным вот этими вот несчастными я их называю несчастным потому что они не ведут что творят по большому счету это все оскорблять не буду ладно весной было чудо все что лежало все сгнило и было переработано червями это получился чернозем стать таким путем можно даже глину переработать но мы это проходили а из семян яблок зашли деревца так много оставила несколько будут привать на них если что останется можно убрать весной осенью может правда не копошить по деревне не лезть куда не нужно а пока я лезу куда не нужно и мой брат в лес куда не нужно чужая тема это святое если там будут доказывать что это самый дьявол существует и поклоняться дьяволу не имеет ни один богослов туда влезть видите как это я как бы утерю немножко чужую тему заселять и красиво